Продолжение следует... Я ехал, летел в Новокузнецк с такими... Просто с интересом, а прилетел, и во мне заиграли небольшие чувства. Знаете, воспоминания, флешбеки. Ты идешь по городу, который ты знаешь просто восхитительно. Ты прямо сейчас можешь в любую точку города дойти пешком, найти короткий путь и так далее. То есть я охуенно знаю, да, Новокузнецк? Ну, типа некоторые регионы Новокузнецка, там, заводской, центральный. Я знаю просто как свои пять пальцев. И ты идешь, и такой, о, здесь меня пинали, здесь я первый раз поцеловался, в этом подъезде я ебался на мусорном проводе. Типа, здесь я блевал, и тут я упал головой вниз. Типа, это, ну, очень здоровская тема. Реально очень... Любовная особенно, когда ты уезжаешь, я вот сколько, я шесть лет не живу в кузне, почти шесть. Когда ты уезжаешь, и твоя жизнь за эти, ну, за это время кардинально меняется несколько раз, когда тебе иногда кажется, что, ну, типа, все идет как идет. В целом, в моей жизни все идет как идет. Я думаю, ну, там, типа, все на своих местах. За что, как там, за что, блядь, за что упоролся, так и упоролся, блядь. А, ну, иногда мне кажется, что я в каком-то сне, типа, потому что, ну, как-то должно быть, должно было быть по-другому, мне кажется, типа, я должен работать на Евразии бухгалтером. Но, тем не менее, и ты приезжаешь, вот, уже совсем другой человек в маленький город, из которого все съебываются. Оттуда больше 150 тысяч человек уехало за три года, это четверть города. Ну, по крайней мере, так, несколько человек нам сказали. И типы, с которыми мы на студийке виделись, и таксист, и еще кто-то. Блядь, это кошмар. Ну, короче, приятно. Эльдар, вчера не успели с тобой фото сделать, в тачку прыгнул на запсе. Могли меня позвать, потому что в Новокузнецке я никому не отказывал в фотографиях. Я отказываюсь везде фотографироваться. Но я подумал, блядь, Новокузнецк мой город, кто-то ко мне. Там люди ко мне просто подходили как к брату, знаете, такие, ну, че, как ты? Ну, то есть, это было удивительно и приятно, и странно. Ну, там по-другому. Вот я нигде не фотографируюсь, потому что в Питере, в Москве меня можно встретить часто. В Новокузнецке нет, поэтому мне было не облом. Так что чувак мог свистнуть. Но было и было. Простите, что кушаю, я просто люблю фундук ван лов. Так, я читаю ваши комменты. Эльдар, ты в кузне? Почти, я уже в Питере. Новый клип с Артёмом Бизиным, ну, точнее, новый клип Артёма Бизина на нашем канале в прямом участии. Поставил все антирекорды и собрал около полумиллиона просмотров за два дня. Это как так? Ну, ладно. Для Тёма это охуенные цифры. Но, очень странно, блядь, я есть на клипе, и это на нашем канале. Вы что, опять обо мне забыли так быстро? Вы что, охуели? Я же гений, талант, художник, рисую говном на стенах, и это искусство. Почему ты ходишь по дому просто так? Абсолютно всегда, когда я разговариваю по телефону или что-то такое, я туда-сюда хожу, потому что я, наверное, я ссылаюсь сейчас на свою гиперактивность. Возможно, это не так, но сидеть на месте я не могу. Ну, то есть я постоянно на кипише, я не умею успокаиваться, ну, я, точнее, учусь успокаиваться, учусь. Но пока, как видите, хожу туда-сюда. На улице, блин, солнышко, я думаю, сегодня в выходной себе устроить, полежать. Ну, максимум, может, на студийку зайду, трек запишу. А так, блин, так клёво. Вот прям ложись на пол, вот так вот оголей пузико и делай лям-мам-ням-ням. Ой, покажи Роффа. Рофф, скажи привет. Ну вот. Ты учился в 46-м лицее? Да, я учился в 46-м лицее. Причем я, когда поступал туда, это была средняя школа, потом она стала гимназией, а потом лицеем. И... Меня на второй год оставили, потому что до экзаменов не допустили. До АГИА. У меня оценок не хватало, и двоек было до хера. Над чем сейчас работаю, меня спрашивают. Клипы. Клипы и новые треки, которые будут в следующем году выходить. Я, ну, типа, на самом деле, вот, рок-н-роффл, больше, ну, половина, наверное, была написана на отдыхе, во время отдыха на Бали или на Бали. И я просто потом переписывал это все. И вот сейчас я решил поступить немножко иначе. Писать все, что мне приходит в голову с точки зрения ритмических рисунков, тем каких-то и так далее. Просто экспериментировать, писать много рыб, а когда я поеду на Бали, ой, или, блядь, куда мы поедем, я не знаю, куда мы поедем. Таиланд, может быть, или какие-нибудь там такие штуки перезимовать. А я буду копаться в материале. Я думаю, что, может быть, типа, что-то добротное выйдет в следующем году. Но синглов будет много. Вот, а в этом году еще клипчики должны выйти. Вы, главное, покупайте мерч, блядь. Потому что на наши клипы, если приходят спонсоры, то они мне не нравятся, я от них отказываюсь. А мне бабки на клип нужны. Очень много. Очень много. Покупайте мерч, что вы, как эти, блядь. Что за тишка на тебе? Это футболка Яны. Нам очень понравился рисунок. Тут написано, помни своих друзей и Собакин. Вот, она очень прикольная. Я у Яны ее отжал. На два дня. Так, что вы еще пишете? Заебал ходить. Слушайте, это недолго продлится. Все нормально. Ты учился в ките. Про тебя физичка говорила, что распиздяй. Да, да, я учился в ките. Я вообще, ну как, я просто туда ходил и просто сидел на парах. Я учился на бухгалтера и мне было вообще поебать. То есть я не знал ничего, чем я занимаюсь. Ну я просто ходил. Знаете, как в техникуме можно сдать автомат экзамен? Ну там, что это такое. Ты пошел на улицу, взял горшок цветов из кабеля остановлен. Вырыл землю из этого цветка. Ну, типа, взял новую землю возле прям техникума. Офигел. И все, ты поменял землю в горшке и все, тебе автомат поставили. Ну то, что распиздяй. Учеба, да, я никогда не кайфовал от учебы. Я о тексте писал, сидел на задней парте. А в ките уже какие-то ютуберские даже штуки придумывал. Так, что вы тут еще пишите? Где Яна? Яна только что ушла. От меня навсегда. Ай! Эл, что-то ты помятый. У меня было два самолета. Я даже в душ не успел заскочить. Один самолет почти пять часов из Новокузнецка до Москвы. Потом ебень в аэропорту Домодедово. И потом еще больше часа до Питера. Ну и таксишки еще. Минут по сорок. Из Новокузнецка в аэропорт и из аэропорта домой. То есть я очень много провел времени в пути. И смена часовых поясов в Новокузнецке плюс четыре. Как бы... Немножко, конечно, я помятый. Поэтому я думаю, что сегодня надо чуть-чуть отдохнуть. И максимум, что сделать, это записать трекан. Если мне голос позволит. Но что-то мне подсказывает, что... Не знаю. Я тебя в аэропорту увидел. Вот, у меня есть свидетели. Того, что я... Вот только что прям пруф нашел. Пошарите. Можешь сказать, сколько ты зарабатываешь? Да, блядь, зачем? Ну, типа, много. Но имею на руках немного. Много. Потому что вкладываюсь обратно. Вот. Типа... Если сравнивать с другими там блогерами. Многие миллионеры. У меня несколько раз было на руках миллион. И... Один. И он сразу улетал куда-то, типа... Там, ребятам. Там, людям, которые со мной работают, помогают. Или на какой-нибудь клип. То есть... У меня реально бабки не задерживаются. Самое дорогое, блядь, что у меня есть, это, наверное... Ха. Да. Ну, типа, из материального. Самое дорогое, что у меня есть... Это... Да хер его знает. Да, типа, честно. Мне кажется... У меня все, блядь, обычно. Ну, нет, у меня есть куртка за сто тысяч, да? Типа, из... Ну, из такого, из ненужного говна я... Как-то заработал денег. Я такой, куплю себе дорогую вещь. А потом, блядь, зачем? Вот. Это, наверное, самое дорогое. У меня нет тачки, у меня нет квартиры. Там, и так далее. И еще долго, наверное, не планируется. Потому что... Ну, блядь, деньги у меня не задерживаются. Вот. И не то, чтобы я спускаю их на тусовки, еще на что-то. Вообще, блядь, ни разу. Мне же не... Мне же не... Не двадцать уже, не девятнадцать. Пробовал ли я снюс? Да. Я месяц на нем сидел, когда бросил курить Сиге. Но мне очень надоело. А у меня тут постоянно все сжигалось. И я подумал, ну его в пизду. Мне надоело ходить харкаться. И я тогда на никотиновые пластыри пересел. И просидел на них четыре месяца. И вот я в итоге не курю. Но, признаюсь честно, я уже говорил, иногда я подтягиваю Айкос. У меня его нет. Но он лежит в офисе. И там, когда я его вижу, в мой мозг поступают какие-то сигналы, которые заставляют брать меня этот злоебучий Айкос. Но тем временем, если я уезжаю в какое-нибудь путешествие, или на неделю, две, я вообще не притрагиваюсь. То есть у меня нет никотиновой зависимости. Ебучий Айкос. Сраный. Вот Айкос, кстати, про него много споров, чем же он пахнет. Я предлагаю, я выдвигаю свой вариант. Кто-то говорит, что он пахнет говном. Кто-то говорит, что носками. Смотрите, ребята, все просто. Представьте грязный носок, в который кто-то насрал. И подержал эту неделю. Вот примерно этим пахнет Айкос. Это не реклама. Какие любимые кроссы. У меня нет любимых вещей. Это же вещи. Мне похуй. Ладно, чтобы удобно было. Ой, Кучер здесь. Привет, Кучер. Чики-паря-пара-пам. Салют, манкрип, хорош. Спасибо большое. Что насчет спора с Ивлеевой? Ну, узнаете в следующих блогах. Вы думали, что все так просто? Не. Я сделаю из этого сериал, блядь. Ой, опять что-то много матерюсь. Так, что еще? Ты против ЛГБТ? Нет, я... Типа... У меня есть знакомые гомосексуалисты. И девочки тоже, которые гомосексуалистки. У меня есть знакомые пидорасы и пидораски. Да нормальные ребята. Что, дело каждого. Но, 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 а мы стояли в Будапеште, в банях с... Ну, в Будапеште есть купальни, типа, они... Туда приходят сотни человек. И мы стояли с Ильичом в очереди за, там, типа, водой, пивом. И рядом с нами стояли и обжимались геи, типа. Они стояли топлив, без футболок. И не обжимались, трогали друг друга. Пиздец, мне было очень неловко. При том, что я, ну, отношусь нормально, и мне, блять, было очень мерзко. Но, в свою очередь, я скажу, что я и не очень люблю, когда гетеросексуальные парочки жбякаются, целуются у всех на виду. Это же все должно оставаться внутри вашего храма. Понимаете? Так что, идите, долбите друг друга в сорокотан, где-нибудь в другом месте, не при мне! Блин, слово пидораска очень смешное. Пидораска! Сколько ты платишь звукарю примерно за один трек? Хороший вопрос. Мы с Витьком делим 50 на 50 с продаж. Я считаю, что все должно быть честно. Видите, блять, гениальный чувак, который делает музло, который сводит это все, который иногда направляет меня в плане ритмического рисунка там и так далее. Так что... Хоть я, пидорасы, не указываю в треках, там, продакшн, бай, сибринин, бла-бла-бла, все равно я делаю честно. В треках почему не указываю? Кстати, даже не задумывался. Надо, наверное... Да, надо делать это. Надо делать. А, знаю почему. Точно! Витя только недавно придумал, как подписывать себя на треках. Потому что он метался, там, Royal Vibes, что-то еще, там, что-то еще, и сейчас он выбрал, под каким именем подписываться. Как относишься к Ларину? Нормально! Как дела? Нормально! У тебя есть права. Прав нет, но зато обязанностей просто жесть. Как там, Роффл? Устал и спит. Но сегодня, когда я пришел, он очень обрадовался меня. Ну, он прям обрадовался, что я пришел, был рад меня видеть и чуть не описывался. Он иногда может писаться от восторга. Я, когда тур весной, но мы пока забиваем даты, я думаю, что, возможно, вы в этом году узнаете даты и города. Ой, вы представляете, я до низа долистал бы просто, это часто на тусовках бываешь? Нет, вообще, почти не бывает, мне не нравится. Я домашний парень. Да и, в принципе, я перетусовался. Мне нечего ловить там. Либо меня, ну, доебывают. Приходишь, типа, отдохнуть, пообщаться с кем-то там, типа, побухать. А к тебе подходит фотографироваться, задавать вопросы, общаться, знакомиться. Ну, и этого много, типа. И очень изматываешься морально. Да и просто там нехуй ловить, мне кажется, в принципе. Ну, иногда можно. Иногда профилактики ради, почему бы и нет. То есть, сходить, тряхнуть стариной. Я считаю, что 24 года, это для тусовок очень много. Тусовки для пиздюков. Это мое мнение. Для пиздюков и людей, которым нечего делать. Ну, я говорю про людей, которые часто тусуются. Типа, опять же, как я говорю, иногда можно прийти и почувствовать, что ты уже не тот. Что ты выпиваешь чуть-чуть, и тебя уносит, и тебе плохо. Бухать клево исключительно, сука, в маленьком возрасте, к сожалению. Когда организм еще не готов к алкоголю и не знает, как на него реагировать. Сейчас организм знает, что такое алкоголь, набухивается быстро. И быстро начинает защищать обратными реакциями, типа блевоты, тошноты, головной боли. Вот. Ты вообще думал учиться на водителя? Да, думал много раз. Но как-то вот все не собрался и подумал, ну нахер. Как тебе ДК, твой идол? Прикольно. Мне нравится Даня как саунд-продюсер. Он делает хорошее музло. Мне не всегда нравится, как он исполняет, честно. Но все равно он лучше и лучше это делает. У него прям прогресс охуенный. Даня молодец, Даня очень талантливый. Ну вот в первую очередь, конечно, как человек, который делает битосики. Ну как саунд-продюсер. Вот. Тут он прям хорош. Как думаешь, валить в Питер учиться, если я живу на Урале? Блядь, это твое дело. Почему я должен за тебя решать? Если ты чувствуешь, что хочешь, чувствуешь, что вывезешь, то, конечно, всегда очень круто заиметь новый опыт. Вместо того, чтобы в одном месте, типа, двигаться. По крайней мере, ты можешь попробовать, если... Ну, охуенно, мне кажется, ты ничего не потеряешь. Да и если потеряешь, то и похуй. Не знаю, в этом и прикол, типа, рисковать. Ну да, в этом и есть какой-то прикол. Рискнуть всем. И, типа, иногда даже сжечь мосты. Вообще, сжигание мостов, это крутая мотивация. Когда ты понимаешь, что у тебя нет варька вернуться обратно, тебе приходится двигаться вперед. Хорошая тема очень. Так, вдруг, если однажды вам придет что-то такое в голову, вдруг вы вспомните эти слова и решите принять какое-то решение. Я люблю говорить очевиднейшие вещи, но вдруг... Почему я в очках? Потому что иногда я хожу в очках. Что, у меня был челлендж 30 дней в линзах. И я проходил. Но я проходил в них не 30 дней, а, блядь, больше трех месяцев. Потому что до того, как у нас стартовала эта акция, я решил попробовать походить в линзах, и мне пиздец понравилось. У меня просто очень много еще линз осталось. Вот, но иногда в очках. Тем более, я в самолете был. Вы че? Это же, блядь, пришел, очки надел, заснул, проснулся, пернул. Там, типа, такое, изматывает. Да и, типа, очки это часть моего ебальника уже. Они реально, ну, ассоциируются с моим лицом. Поэтому, я в очках. Так. Слушайте, я пойду... Рофф, почему ты спишь в обуви? Рофф. Дурацкий. Я пойду, наверное, полежу, почитаю книжку какую-нибудь. Все. Без очков у него страшное ебало просто. Написала какая-то девочка, которой на вид лет 11. Завязывай. Завязывай. Правда. Какое-то говно говоришь. Эм... Вот. Все. Давайте закончим тем, что... Попробуйте, попробуйте не задавать всякие ебанутые вопросы, типа... Эльдар, а ты собираешься красить волосы? Когда-нибудь. Эльдар, а что ты думаешь про вот это? Это какой-то долбоебский диалог. Эм... Имхо, как говорится. Все, ребята, давайте всем варап. Курим жирные члены на ухому. Завершить трансляцию. Завершить трансляцию. Завершить трансляцию. Продолжение следует...